Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан». Том 8. Вопрос 2133. Некоторые не советуют верующих детей пускать в школу. Что делать, чтобы ребёнок не набрался всякой заразы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Можно и в школе быть светом и благовестником, и не дружить с миром. «Отошли уроки, и сразу пусть бегут домой». 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Сирахова, 30 глава, с 1 по 13 стих. «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него, и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нём. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. При жизни своей он смотрел на него, и утешался, и при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нём мстителя, а для друзей – воздающего благодарность. Поблажающий сыну будет перевязывать раны его, и при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей дитя, лилей дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности, и не потворствуй неразумию его. Нагибай выю его в юности, и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего, и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Мануил, Исмаил, память 17 июня. Святые мученики Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из персидской страны. Родители их были людьми именитыми, но не единоверными. Отец держался персидского неверия, а мать была благочестивой христианкой. Детей своих она с самого раннего возраста воспитывала в христианском благочестии, подобно тому, как в раннем детстве скормила их своим матерним молоком и возрастила в страхе Божием. А блаженный пресвитер Евноик породил всех святых братьев банью святого крещения и научил их Слову Божию. Вавила, память 4 сентября. «Чьи же эти дети?» – спросил царь. «Это мои духовные дети», – отвечал Вавила. «Я возродил их благовествованием, вскормил по учениям, возрастил наставлениями, и вот в малом теле пред тобою великие мужи и совершенные христиане. Испытай и увидишь». Царь велел отвезти Вавилу на площадь и заключить его в темницу. «Отрков же призвал к себе и, прежде всего, спросил их, есть ли у них мать. «И мать, и отец, и учитель. Для нас Вавила», – отвечали дети. «Мы возлюбили его больше, чем мать. Та только родила нас, а он научает нас разуму и благочестию, и, заботясь о наших душах, возводит нас к высоким добродетелям». Но царь приказал тотчас отыскать и привезти к нему мать сих отроков. Когда же привели ее, царь спросил, как ее зовут, и действительно ли она мать этих детей. Она отвечала, «Имя мое Христодула, дети сии действительно мои. Я принесла их, как начатки моих болезней, в дар Богу, и надеюсь, что премудрый Вавила, по печенью коего я поручила моих детей, перенесет их в небесную сокровищницу». Ну, Мериан разгневался и повелел бить благочестивую мать по щекам, говоря ей, «Не говори так дерзко с царем». Дети же, видя, как бьют их мать, говорили, «Царь обезумел, бьет мать за то, что она говорит истину». После сего царь стал спрашивать детей, как их зовут и сколько им лет. Они сказали, что первый из них 12 лет от роду и называется Урваном, второму Прелидиану 9 лет, а третьему по имени Еполонию. Семь лет. После многих ласкательств, увидев, что дети непреклонны, мучитель повелел бить их, нанося им раны по числу лет каждого из них. Итак, первому отруку нанесли 12 жестоких ран, другому 9, а третьему 7. Дети мужественно терпели страдания и сожалели только о том, что не имеют больше лет, чтобы больше получить ран за Христа. «Если вы решили даже убить нас, – говорили они, – мы не поклонимся ложным богам. Единому Богу, Господу Иисусу Христу, мы служим». Вскоре царь повелел привести к себе и Вавилу и сказал ему, «Не твои ли это, – Вавила, родные дети? Я думаю, что они родились от тебя, ибо своим злонравием они весьма на тебя похожи». «Воистину, – отвечал святой, – си отроки мои дети, но не по плоти, а по духу, ибо я до сего времени не искушен плотским похотением и супружеской жизни не испытал». Малютиной Эрью Заботливая мать боится наказать, пока еще с соплями карапуза, а послезавтра он кому-то будет взять. Все качества его пойдут другим в обузу. Нельзя, такого слова ему не подсказали? Остановись, и это совсем не по нему. Стой рядом, но его, как будто кто ужалит, он не видал уздечку и хомут. Ах, ох, чужие дяди, для послушания крепкий ранец шьют. Беда сестре и матери подстроит глазки рядом, а может, и путевку строчит им в дедприют. Заботливая мама, кому копаешь яму? Что неуча ласкаешь без ремня? Нельзя, поклажа легкая, не обрезайте лямку. А он уже психованный, домашним не унять. Смотри, через дорогу он прыгает опять, хотя ему уже давали наставление. По новому покойнику родные завопят. С мешки свои замените вы похоронным пеньем. И страться на три розги, и деньги не жалеть. Одну с собой носи, как бич у пастуха, другую за столом, и третья в туалет. Иначе грех безвылазно на нем будет пахать. Он в храме не стоит и утром не встает. И привередничать искусно приучился. Не щука он еще, а ласковый малек. Клиентом очень скоро будет у милиции. Растите не кормильца, в пуху всегдашнем рыльце. Из слова Божия прописывай рецепт. Среди негодных даже он снова отличился. От телевизора потянется в вертеп. Спать есть вы приучили. Протяжней и побольше. Кого сегодня этим удивишь? Как мать, не содрогаешься, что он тебя заколет? Не обольщайся в доме, не благодать и тишь. 26 сентября 2003 год. Игла.